Привет друзья! Приехал опять на Линя. Рано утром, пока что первый. Жду Андрюха, сейчас Андрюха подъедет. Вот разложил удочки, стул с Настей. Покажу вам доночку. Простая донка. Линя ловлю без прикормки ранней весной и середине весны. Это в конце весны и ближе к лету я с прикормкой ловлю. Раньше, я считаю, не нужно. Вот у вас свинец. 80 грамм свинец и донка простая. Да, поводочка. Если кого интересует, как я делаю эту донку, я использую как можно меньше металла на донке. У меня только стоит вертлюк с карабином, вот где груз прицепляется и где система сама прицепляется к шнуру. А поводки у меня между узелков. Делаю два узелка и петля на удавку. Поводочек. Лесочка 3D, крючки Кобра, второй номер. И все, огонь по линию. Почему прикормку не использую? Тоже статистика, накопленная опытом. Обратите внимание, многие, кто ловит с прикормкой, Ну, лично у меня так, что вот кто ловит с прикормкой рядом со мной, ловит линия меньше или вообще не ловит. Кто на свинец, тот таскает, тягает. Дело в том, что просто прикормка привлекает малька, за мальком следом идет щука, бель, ну и движуха происходит всякая такая. Лению это не нравится. Он потом уж подойти на эту прикормку, когда все устаканится. Поэтому, если кормить, то, допустим, закормили или шарами закидали и через какое-то время там ловить. Это да. А с кормушкой сразу ловить линия я бы не советовал. Это только если ближе уже к лету, к жаре можно этим. Тогда уже надо кормить, да. Сейчас ранней весной все прекрасно происходит на свинец. Даже лещ вчера клювал у нас. Но леща-то уж точно надо кормить. Если уж так целенаправленно ловить леща, то там да, надо закармливать. В каждом видео, какими снастями я пользуюсь и где их покупаю, я рассказываю. Все снасти у меня куплены на Алиэкспресс. Федораторы 60, Тесно 120, 150, Спецленд, название. Катушки Касткинг пятитысячные. Шнуры тоже восьмижилочки. Все с Алиэкспресс. Ссылки под видео на все вот эти вот товары, которыми я пользуюсь. Знаете, все снасти у меня есть. Если кого интересует, проходите и покупайте, если надо. Пользуюсь уже много лет удочками, катушками и все огонь. Снасти хорошие. Подставки у меня на Алиэкспресс такие классные. Очень зашли, очень нравятся сигнализаторы. Все оттуда же тоже. Какая-то подтяжка пошла, ребята. Поклевочка нежная. Ого! Ого! Это, наверное, лещ. Давит. Смотри, что творит. Похоже на леща. Потому что очень резкая поплевка сразу была. А есть? Нужно быть, да, там хорошее что-то. Это лещ, да, он по верху. Да, может даже и сейчас посмотрим что-то. Лещ, да, как он идет. Как крейсер Аврора, блин. Такие разводы. Не надо. Да и вот так сейчас. Слушай, хороший. Ого! Полторашка. Смотри, ребята, лещ какой. Охренеть. На червя. Вот это лещара. Вот это лещара. Вот такой красивый. Охренеть. Охренеть. У тебя есть садок Андрюх? Есть. Давай тебе его. Давай. Вот это лещара, ребята. Охренеть. За килошник точно железный. Супер. На червя. За нижний поводок. За нижнюю губу все по феншую. Отдай крючок. Хорошо впился. Блин, он жарил нормально так. Сам себя отцепнул уже там. Охренеть. Да? Лопата. Монстры. Да? Это похоже. Красивый загиб был плавный. Такой на леня похоже. Вот что-то у Андрея сидит хорошее. Пацак, возьми. Нормально так. Загнуло хорошо. Дергает. Ох, качает. Слушай, там прям разводы далеко видно. Что-то хорошее. Ого, пошло влево, вон. Видно было. Влево, да, там. Пытался уйти. Водит, водит. А может и лещ, кстати. Сплыл, лещ. Опять крейсер Аврора, он волнообразный, дает там волны. Ну, это лещ-то хорошее. Ну, да. Качает палку нормально. Слушай, но он водит. Ну, лещ тоже, кстати, может водить, конечно. Ну, блин, у тебя может быть все-таки лень, смотри, вроде водит. Вот. Не поднимается дальше. Похоже на леня. Да, да, да. Похоже на леня, потому что он не поднимается. По глубине идет. Лень, по-моему лень. По-моему лень, он водит же. Ого, лень вроде бы. Лень? Вроде да. А. Щука. 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 Ой, ой, блин. Удочка. Сейчас поправим. Ребята, щука попалась. Охренеть, блин. приколы у нас сегодня новая удочку андрея новый фидер сейчас протестируем нитро называется полночь название не страх аризон вот название дистанция power фидер аризон метров вы смотрите вот русичка такая хорошая ну тут конечно пробка это обои явно она не не до конца сделано но верхняя гайка неплохая и книга ратушку держатель нет русский сами эти кольца какие кольца без вставок керамических кольца вроде как титановый вроде как титан облегченный облегченный черта приятно легкая не на сколько там весит на грамм 200 до удочка фидер кстати легенький очень и что еще что строй не быстро и средне-быстрый надеемся что будет прогрессивно я так надеюсь потому что так если начинать ее работа на себя начинает работать везда покидаем попробуем сейчас мы еда потестируем более глубокий обзор будет на к другой рыбалке там где можно было сейчас мы только пока распаковали пока еще ничего про нее не знаем но по ощущениям все приятное сделаем еще отдельный про нее конкретный обзор покупалась в зебре мастер я тут на экране выведу вам адрес в интернете все данные есть про магазин зебра мастер наберете этот на экран выставлю адрес если кого заинтересует фидора отличные конечно ну как бы по ощущениям первый первое впечатление по ним опыта ловли естественно по ней пока нет сейчас будем пробовать тестировать сейчас можно даже удастся по линию сразу прокачать нагрузить проверить тест 120 грамм но там разные есть тесты то есть 80 грамм по моему 120 и выше но вот такую золотую серединку выбрали 120 грамм чтобы можно было и на вимбу по реке и ловить и здесь вот ленька тушена палочка такая довольно так интересно зебра мастер это вот новая партия фидоров у них пришла если кого-то заинтересует зебра мастер обращайтесь адрес она выведу на экран интересная палочка сейчас андрюха переснастит снимет катушку будем пробовать ловить и вот катушечку поставили оснащаемся процессируем палочку интересно как она себя поведет вот хорошо бы чтобы на не еще сегодня какая-нибудь крупная рыбка подсела надеюсь что будет проверим как она будет отыгрывать по рыбе но как она загибается скорее конечно ближе к быстрому строю строй ближе к быстрому андре говорит так заброс посмотри как она отрабатывает об сферу сброс просто недалеко слушал нормально швыряет далеко легенький такой вину так по легкому а улетела нормально груз 80 грамм ого нормальная дистанция дистанция метров так 80 каких вот видно сейчас как вот был зацеп сгибаем осине нормально без переломов ну естественно удочка гнется правильно красивой без всяких переломов углов заломов смысле но пока что все говорит о том что фидер качественный приятный сейчас еще это об этом ничего не говорит нам все вот сегодня половим посмотрим как с рыбкой будет ну ребята швыряет она очень о 80 метров дистанция даже одна она поболее чем 80 метров 90 около передаем эстафету соседу испытать новый фидер заброса нитро горизонт ого нормально так швырнул ого но это стольник это стольник дистанция 100 метров отлично летит груз 80 грамм швыряет нормально так ну не хрустить и ломается загиб правильный пока что все отлично фидер показа себя красиво первое впечатление первые забросы шире от хорошо загиб ровный без изломов еще через очередной заброс тестируем фидер у это жестко было но кстати даже не хрустану не хрустанул обычно хрустят новые фидеры которые лаком покрыта не любят новый лак потрескаться да 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 но швырят очень далеко очень далеко швыряет хорошая зацепа но сразу зато и тестируем по этим зацепам удочка не ломается фидеры как бы выдерживает кольца такие приятные тоненькая кольца без ставок керамических вещь они по-моему титановый или какой-то сплав хороший да соответственно за счет этого снася фидер облегченный сейчас прозит лишнего нету керамика были споры что типа они режут первые кольца большие довольно по более тридцатки уже ну все будем про часто не лови да интересно как она бы с рыбой отрабатывать все особенно с линием бы хорошо да чтобы килограмм чека на 3 а вот сосед что-то посек удочку трясется похоже что улень какой-то не лезь улочка трясется на возле они лечь ну такой грамм шестьсот ну да рыбка есть обнулились нормально давит он качает а то лечь вон видом было светлая спина теле здоровый лечь кстати я там запутался вокруг тогда да он клюнул но этот такой хорошенький ой что-то рыбина большая рыба ну да светлый хороший лечь это красиво была такая покровка такая красивая покровка похоже на леневую а качает на поднимая туда-сюда а ну у у у у у у по нервам бьет такая поклевка осторожны опять на желтую смотреть может там не сидится проверить или дождаться подтяжки а вот вот давай-давай натягивай что провисла хорошо надо проверить все таки давайте проверим аккуратненько да да подожди это маленькая рыбка видно что-то это окунь или что-то она даже не потекается там рот маленький у него не может заглотить ну смотри бьет так ребят вот новую удочка первая рыбка сушим она нормально так сгибается красиво ровненько быстро устроен а как вяжет непонятно да уж ну как бы так все приятненько смотрится а это значит лениса потащил кто-то куда-то подлечь но он так нибудь далеко тащить вот я смотрю эту новую удочку как прорабатывается изящно гнется вроде вяжет нормально так ладно надо смотреть рыбку это линяра вон блин там хороший по моему пошел вправо передо мною где-то о том хороший запутался запутался не он такой маленький маленький но наконец-то поэтому такое дело что не он запутался распутывает но вот винта достал алюха поздравляем но сегодня андрюх обловился же вечерок у меня были пока ничего не получилось сегодня погуляли пасху отметили чашлычок сделали компания веселась буду скоро заканчивать дети хотят домой ты еще наловимся еще все рыбалки ну еще полчасика побудем может что-то еще и удаст у меня до 30 минут а потом еще чуть-чуть для ну вот такой уловчик сегодня хорошие декори щенки далеко за килограмм меня андрюха достала но вот еще побольше лишь а вот этого я достал с утра вот этого самая крупная но такую даже под полтора около поменьше рыбалка произошла питает уже собирался одну смотку удочку смотал на 2 поклевка какая-то произошла что-то там происходит смотрите газовой кстати похоже на меня не надо мелочь вот и м и Субтитры создавал DimaTorzok